Открытие этой ПЦР-лаборатории ждали с нетерпением. Станция по борьбе с болезнями животных в Усольском районе обслуживает прилегающую территорию радиусом почти в 400 километров. Здесь выполняется большой объем работы по диагностике и выявлению возбудителей патологии сельскохозяйственных животных, продовольствия, кормов и добавок. Поэтому новое современное оборудование ведь станции было крайне необходимо. Все специалисты понимают, что это даже не сегодняшний день, а завтрашний. Поэтому, чтобы не утомлять зрителя излишними научными терминами, мы говорим, что мы сегодня открываем завтрашний день диагностики ветеринарного состояния сельскохозяйственных животных, продовольствия, кормов, добавок. Вот все очень важно направлено на безопасность людей. Всего на сегодняшний день в Иркутской области аттестовано по самым современным методикам шесть лабораторий в поселке Усть-Ордынский, Бохане, Черемхово, Братске и Зиме. Ведь станция в Усоль-Сибирском одна из них. И только в ней есть ПЦР-оборудование. Его приобрели в рамках национального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» при поддержке правительства и губернатора региона Игоря Кобзева. Это та база, которая позволяет еще дополнительно расширить, ускорить и получать более точные результаты. По исследованиям, помимо лаборатории ПЦР-диагностики, методом ИФА-диагностики, мы сейчас на данный момент можем исследовать материалы на высокопатогенный грипптиц, на АЧС. У нас в перспективе на будущий год в планах это бешенство. То есть все особо опасные, значимые заболевания, которые в принципе возможны, мы планируем к исследованию, в том числе в Усольской лаборатории. Чтобы исследовать материал в ПЦР-лаборатории, его вначале подают в ламинарный бокс. Специалист выделяет из него геном-возбудителя. Затем при помощи реагентов его, что называется, запаковывают в пробирку для дальнейшего изучения. Далее исследуемая проба направляется через предаточное окно в зону амплификации в ПЦР-бокс. Этот небольшой, но ценный прибор называется амплификатор. Он сер со всей ПЦР-лаборатории. Устройство расшифровывает геном-возбудителя в исследуемом материале. Точность и достоверность такого метода абсолютная. В зоне амплификации автоматический прибор учитывает полученные результаты. На это требуется около двух часов. За одну загрузку он может диагностировать до 100 проб. В общей сложности лаборатория Усольской ВИД-станции в год проводит около миллиона исследований. И для этого применяет более 200 методик. А с новым оборудованием эти показатели, по словам специалистов, станут еще выше. Мы не то что надеемся, мы уверены, что благодаря новому оборудованию и открытию ПЦР-диагностики, мы, конечно, сократим сроки выявления возбудителя. Либо подтвердить диагноз, либо наличие, либо отсутствие возбудителя, что поможет нам с сохранением стабильной эпизодической ситуации на территории Иркутской области. Малена Мартынова, Константин Синицын. Новости. Сейчас. Продолжение следует.